Всем-всем огромный привет! Только сходила в FixPrice, хочу с вами поделиться, что же я там сегодня купила. Давайте я начну сразу с новинки. К нам завезли вот такие органайзеры. Они идут с делениями, хороши под любую мелкую одежду. Это может быть и носочки, трусики, и может быть даже какие-то маечки, футболочки. Вот так он выглядит сложный. Я когда-то заказывала в Китае на Алиэкспресс, но там были очень мягкие, хлипкие, и они прямо все болтались. Тут картон. Я взяла два. Один я уже достала, и хочу вместе с вами его открыть, посмотреть. Вот так вот он смотрится. Все эту конструкцию, в принципе, знают. Единственное, что их купить за 99 рублей практически невозможно. А тут в фикс-прайсе, вот, пожалуйста, 99 рублей. Прекрасный органайзер. Я те китайские, которые у меня как тряпки выкину, и со спокойной совестью буду пользоваться именно этими. Было в двух расцветках. Тут нет, к сожалению, другого цвета. Такой коричневый разводами. И был вот такой черный. У девочек в обзорах я видела еще органайзеры, которые под, по-моему, косметику. Ну, в общем, тоже вот из такого же материала. А в нашем фикс-прайсе были органайзеры, которые можно подвешивать на стену, и там карманы еще. Ну, почему-то я решила, что мне оно не надо. Меня заинтересовали именно эти. По 99 рублей. Следующее, что я шла специально покупать, это вот такие корзинки. Тоже давно вижу в обзорах. Мне они были нужны. Но я хотела чуть побольше размером. Они бывают еще такие подлиннее. Вот подлиннее было бы интересней. Взяла две штуки. Мне они нужны для чего? Во-первых, я хочу сложить, как многие девочки. Оксана Александрова, привет, Ксюшенька, подсказала, что можно сюда пакеты складывать. Чтобы они не раскиданы были где-то по углам, по коридору, а висели в корзиночке на крючочке. В общем, так будет красиво. И я взяла их две штуки. Вторая мне нужна для работы. Я когда делаю заготовки игрушек, тоже я на стол их складываю. Бывает, кот пройдется, и мои заготовки можно по полу уже собирать. А тут они у меня будут тоже на гвоздик подвешена корзиночка прямо под рукой. И я буду их туда складывать, а потом сшивать уже в игрушечки. Вот такие две замечательные корзиночки, которые я взяла. В этот раз тут я прошлась по тряпочкам. Давайте я вам покажу, какие же мне понадобились дико тряпочки. Наверное, я немножко тут раздвинусь. Тряпка для уборки универсальная. Вот так она выглядит часто в обзорах. Я ее вижу. Давайте ее раздербаним. Есть такое слово? В общем, разберем. Вот так она выглядит. Очень красивый салатовый зеленый такой цвет. Нет, это любимый цвет моего ребенка, моего сына. Вот так он смотрится. Я не знаю точно, это будет не для уборки. Скорее всего, я сошью цветную такую подушечку на диванчик. И она будет радовать. Потому что она настолько милейшая. Просто поваляться, щечкой прижаться. Мне кажется, это просто антистресс, сплошное удовольствие. Ну и плюс такая расцветка красивенная. Ну, в общем, я думаю, что у меня ребенок увидит, скажет, мама, это будет мое. И вторую тряпочку, которую я взяла, тоже я ее сейчас давайте сразу разберу. Потому что она хуже разбирается. Зубами. Зубами не надо. Так, вот такая красивая. Она прямо похожа, мне кажется, на какой-то палантин. Вот такая вот интересная тряпочка. Но эту я уже не знаю, что я с ней буду делать. Скорее всего, я ее по назначению для уборки. Она такая красивая с одной стороны. И не очень маркая с другой стороны. И, возможно, вот эта будет у меня именно для уборки. Очень обрадовалась, когда увидела еще. Правда, это вот за 77 уже рублей. Тряпочки сколько стоили, не помню. Я вам покажу в конце чек, если не забуду. Вот такое чудо я увидела. Уют в вашем доме. Это, наверное, вот эта вот фирма. Полотенце махровое 38 на 63 сантиметра. Чем оно меня привлекло? Вот этим вот привлекательным колечком. Я сначала думаю, несколько штук надо схватить. А потом подумала... В общем, раз он включился. Я говорю, зачем тебе несколько штук? Если кольцо тут у тебя остается. А полотенчик стандартное. Их можно просто менять. С одной стороны чисто белое, а с другой очень симпатичный рисунок на две стороны. То есть оно как-то вот на кольце висит. Любой стороной, в принципе, получается достаточно красивый рисунок. 77 рублей. В общем, 50 получается полотенце. И вот это такая нужная штука. За 27. Аж подавилась от радости. Все так же у меня продолжается большая потребность в махровых носочках. Опять нашла только розовые. Мне нужны дико голубые. Но пока что-то мне все розовые попадаются. Так что, когда я шью пупсов, девочки у меня быстро одеваются. А вот чтобы одеть пупса мальчика, нужно еще побегать, поискать ему одежку. Следующее из интересного. Нет, давайте я что-нибудь неинтересное покажу. Я не знаю, кто еще не показывал. Но мне кажется, уже этот гель для стирки для черных тканей купили все девочки. Я даже не знаю, кому привет передать первой. Потому что я у каждой смотрю. И каждая девчонка мне показывает, что говорит, хороший гель для стирки для черных тканей. Надо его брать. Он подходит до 60 градусов Цельсия. Естественно, это максимальная температура для черных тканей. И девочки все в один голос хвалят. Поэтому мне очень тоже захотелось. Я думаю, что мне тоже надо. Тут целый литр. Еще что я забыла на кухне. Просто мама успела вынуть и уже готовит. Масло. Растительное масло. Мелодора или как-то так. Вот я взяла тоже. Но, к сожалению, масло подсолнечное 55 рублей. Как по чеку-то. Но я потом покажу. Ну, забыла. Масло забыла показать. Но его тоже все показывают, это масло. По потребностям сейчас постоянно находимся в больницах с ребенком. Мы его обследуем, лечим. И очень выручают вот эти бахилы. В комплекте 50 штук. У нас от прошлого комплекта осталась одна бахилина. И поэтому срочно нужно было подкупить. В самой больнице, в поликлинике это покупать слишком дорого. Столько денег нет. Следующее. Следующее. Я вам сейчас покажу. Одно время привозили часики такие. Кухонная тематика. И некоторые девчонки тоже показывали такие репродукции для кухни. Настенный декор называется. Вот с такими поварятами. Они по 55 рублей. Прямо, знаете, такие дощечки классные. Они смотрятся как такие стильные картины. Если кухня... Ну, красивый ремонт. Простите, если вы слышите, кота я ничего делать не могу. Он за дверью орет. Он всегда хулиганит. Очень хороший идет крючочек. Хороший. Вот здесь что написано, можете посмотреть. Возможно, тут есть размер. Сколько на сколько. И вот такой вот поваренок. Сейчас я вам покажу, сколько я взяла поварят. Второй поваренок. Вот так выглядит. Они будут очень красиво смотреться либо шахматкой, либо там как-то... Ну, красиво оформить, если их по стене. То будет очень-очень здорово. Я их взяла не себе, а на подарок. И вот такой третий. Был четвертый еще. В одной руке курицу держал во второй яичке. Но человек, подружка моя, которой я буду это дарить, у нее часики на стены уже с тем орнаментом. Поэтому поварят. А здесь будут вот такие три картинки. Ну и давайте еды. Еды у меня совсем прямо капелька. Первая еда. Это драже. Какао. Арахис какао. 350 грамм. Беру уже не первый раз. Очень вкусное. Хорошее. И драже хорошее. Ну, в общем, сам арахис хороший. И шоколад неплохой. Ну и, конечно, я продолжаю худеть. Я продолжаю активно кушать вот эти вот мюсли. По надежде, что я увижу себя стройной и красивой. Взяла в этот раз все, что я там нашла. Ну, меня продавцы смотрят, когда я их скупаю. Конечно. Первое. Яблоко с корицей, батончик. Ну, я, конечно, пошутила. А то у меня бывает так вот пошучу, что про стройность. И мне потом столько советов в комментариях, как стройнить надо и что это все вредно. Я знаю. Ну, я не худею на самом деле. Я просто шучу над этим словом про стройность. Следующее. Арония. Я всегда думала, что тут гармония написана, иммунитет. А тут арония. И для иммунитета. Девчонки очень хвалили. Говорят, эти мюсли очень вкусные. Я тоже хочу. Наконец-то я их встретила в нашем фикс прайсе. Ну и, который мне понравился в прошлый раз. Мы его один на двоих пробовали с ребенком. Я думаю, вдруг не распробовала. Надо взять наверняка. И, наконец-то, я встретила вот такие оранжевые. Ну и, соответственно, их было вот столько. Масло, к сожалению, ушло на кухню. Оно уже там вовсю работает, отрабатывает наши деньги, которые на него были потрачены. Что-то там пережаривается. И давайте я вам покажу чек. Может быть, кому-то что-то будет интересно. А я не сказала. В общем, первая половина. Сейчас закрыла. И, наверное, вот так вторая половина. И все вместе у меня получилось на 1075 рублей. Вот такой у меня был симпатичный набег на фикс прайс. Я очень, на самом деле, рада вот этим органайзерам. Я хотела такие иметь. Они у меня теперь есть. Я, наконец-то, избавлюсь от того, что у меня недоразумение, которое у меня в ящиках, выкину. И очень рада тряпочкам и полотенчикам. Прямо очень рада. Ну, я думаю, подруга рада вот этим вот картинкам, потому что она их очень хотела. А у меня есть корзиночки. Надеюсь, я была полезна. Надеюсь, со мной было интересно. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok